Какой минус? В чем проблема? Когда нейронные сети в мозге прочно сформированы, то они по сути определяют то, как человек думает совершенно автоматически. Происходит отсутствие гибкости и сложное принятие нового свежего взгляда на мир. Если вернуться вот к этой тропинке, если человеку нужно пройти по этой территории очередной раз, то вряд ли он пойдет по траве. Он просто автоматически пойдет по этой тропинке, потому что тропинка есть, тропинка протоптана, тропинка очевидна, на тропинке все видно, не наступишь никуда, в какое-то ненужное, во что-то ненужное не наступишь. То есть ты вот идешь по тропинке, по тропинке идти просто и да тут не то, что просто, просто человек автоматически идет по тропинке. Вот представьте, вы куда-то приехали, вот примерно в такую местность. Ну где вы пойдете, как не по тропинке? В любом случае человек пойдет по тропинке. И вот так же действует по сути и мозг. Если тропинка протоптана, если ничего не обращать на это внимания, то человек автоматически идет по этой тропинке. По большей части наш мозг является продуктом нашего прошлого. Вот здесь вот сейчас важные моменты. Наш мозг является продуктом нашего прошлого. Он был сформирован и отлажен, чтобы стать живой записью всего, чему мы научились, что усвоили до настоящего момента нашей жизни. Этот слайд у нас уже был на одном из предыдущих уроков. Мы об этом говорили, что психологи утверждают, что к 35 годам человек примерно на 95% становится полуавтоматическим роботом, который действует так, как он действует и думает так, как он думает. Почему? Потому что, друзья, нейронные дорожки уже протоптаны. И человек, как правило, не ходит новыми тропами. Ему комфортно ходить по старым дорожкам. И поэтому автоматически, автоматически, жизнь происходит автоматически. Вдумайтесь, да, осознанный разум руководит нами только на 5%. В противовес 95%, которое происходит автоматически за счет того, что нейронные сети прочно сформированы. И не только нейронные сети, мы еще поговорим с вами про чувства потом. Но вот у нас два сегодня таких больших кластера. То есть сначала мы говорим про мозг, про нейронные сети мозга. Мы настолько хорошо все запомнили, что это превратилось в автоматизм, в закрепленные привычки. Пока мозг реагирует в соответствии с заученными программами, уровень мышления не выйдет за рамки прошлого. То есть вот представьте, есть программа WhatsApp. И если вы постоянно вот, вот WhatsApp, 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 все, только WhatsApp. То если только WhatsApp, то, ну, пока WhatsApp там не запустит какую-то модернизацию, бывают программы обновляются, что-то там дополняют. Но у нее, у каждой программы ограниченный функционал. Также и мозг превращается в ряд определенных программ, у которых ограниченный функционал, и которые действуют с помощью этих программ. То есть когда вам сегодня нужно кому-нибудь позвонить. И если этот человек, например, находится в другом городе, скорее всего, вы уже не звоните по телефону, потому что это дороже. Скорее всего, вы звоните там через WhatsApp или через что-то еще. И это происходит практически всегда так. Вам надо позвонить кому-то в другую страну. Через что вы будете звонить? В WhatsApp, прекрасно, бесплатно, на любую территорию, просто приложение. Вот, как-то таким образом. Продолжая привычно реагировать на привычную реальность, мы создаем всего лишь ее подобие. Или так, вводя, ну ладно, дальше. И вот смотрите, вот эта дорога, дорога, сколько тут полос-то? Четыре, да, пяти, пятиполосная с доп. полосой. То есть примерно получается вот так в итоге. Когда человек год за годом думает, так как он думает, находится в определенном опыте, нейронные сети сформированы буквально вот как вот эти шоссе. Широкополосные, хорошо асфальтированные, красиво, гладенько шоссе, по которым мысли и связи просто летят. Они автоматически. То есть нужно доехать, нужно представить, ну вот определенную цель достигнуть. Человек делает вот так. Вот так, вот так, вот так. Также многие там бизнесмены в 90-х, они столкнулись с появлением интернета с бешеными проблемами, потому что, ну какой интернет? У нас, ну то есть все же понятно. Вот есть бизнес, есть вот так вот, и мы делаем вот так вот. И год за годом по этим шоссе мы ездим, а появилось что-то новое, и попробуй ты оттуда уехать. Вот здесь вот есть, да, поворот на другую, небольшую достаточно дорогу. Но я бы вообще вам предложил вот такую концепцию, даже вот не на такую дорогу надо свернуть, а на вот такую, друзья, проселочную. Да и то даже проселочной дороги нет. То есть, чтобы подумать по-новому, чтобы что-то новое в свой мозг взять, это равнозначно тому, что вам нужно свернуть вот с этой огромной магистрали, по которой просто можно топить там, да, если это автомагистраль, там 130 км в час, спокойно, легко, без воззрения совести, то здесь вот по такой дороге невозможно ехать 130 км в час. Здесь придется очень-очень неспешно ехать. И я думаю, вы понимаете, на моих метафорах, я очень подробно вам пытаюсь и наглядно это показать, что очень непросто поменять свое мышление. Очень непросто, потому что нейронные сети сформированы. Формирование нейронных сетей – это хорошо, но когда они сформированы, чтобы думать по-другому, это прям вот серьезно. Несколько, ну вернее, наверное, одно пока место из Библии. Римлянам 12.2 апостол Павел пишет «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Наверняка почти всем из вас знаком этот стих. Под редакцией Кулаковых в переводе, если его посмотреть, давайте для разнообразия еще один перевод посмотрим, «И не сообразуйтесь с миром этим, а преобразуйтесь через полное обновление ума вашего». Преобразуйтесь через полное обновление ума вашего. Тогда вы сможете на себе познать, что есть воля Божия и понять, что хорошо, что зрело и что ему угодно. И для многих из нас с вами понятно это местоописание в контексте того, что мы, ну вот в евангельском сообществе, во всяком случае, как мы верим и что мы говорим, да, что когда человек приходит к Богу, происходит его рождение свыше и внутри он становится соединен с Духом Божьим и внутри него есть святость, уже есть. Но его мозг, он мыслит так же, как он и мыслил. Мышление не обновляется автоматически, к сожалению, Господь не прикасает, он не стирает все наши нейронные сети, вот эти все дороги не превращаются в какие-то другие дороги. Дороги остаются теми же. И с мышлением происходит большая, большая, достаточно долгая работа. Именно поэтому человек сразу, вот он не перестает там грешить, возможно, потому что по привычке он делает то, что он делал. И процесс, процесс, процесс изменения мышления происходят. И мы часто об этом говорим, когда это касается как раз людей, которые только пришли к Богу, которые вот только уверовали, и мы говорим, вот, преобразуйтесь обновлением, вам надо полностью обновить ум, полностью обновить ум. Но, мне кажется, мы забываем о том, что, друзья, в итоге-то, что получается, что мы с вами, каждый из нас с вами имеет, в том числе, определенно сформированные нейронные сети в своей религиозной, своей религиозной принадлежности, конфессии, в своем богословском учении. То же самое происходит, на самом деле. Мы тоже верим определенным образом, потому что нас определенным образом научили. Потому что вот так вот правильно, вот так вот учили в библейской школе, и потом мы сами учили так других, потом вот мы повторяли, повторяли, повторяли этот за разом, и для нас это стало настолько очевидным, что вроде бы это абсолютная истина, и это стало широкополосной дорогой. И когда мы слышим что-то чуть-чуть другое, то наш мозг, он сопротивляется, ему кажется, да что это вообще, загон такой, ничего подобного, вот, вот же моя дорога, вот это моя дорога, прекрасная, широкополосная шоссе, по которому я мчу и учу по этому шоссе ездить других людей, и я ни в коем случае не говорю, что наши богословские учения, течения там чему-то неправильно мучат, вот, суть в том, что, друзья, чтобы выходить на новые уровни, близости с Богом, действий в Божьей силе и так далее, я почти уверен, что нам тоже нужно обновлять свой ум, в том числе тот ум, который уже сформирован в наших религиозных, богословских течениях и конфессиях, я не говорю, что нам нужно не верить в то, во что мы верим, ни в коем случае, но просто иногда стоит понимать, что есть другие дороги, иногда нужно ехать не только по этой прямой, но свернуть на другую дорогу, съездить, посмотреть, что там, съездить, посмотреть, что здесь, и тогда мы будем более эффективными, на мой взгляд. Вывод следующий, по поводу синаптических связей. Наша задача построить правильные библейские, библейские, во-первых, крепкие нейронные связи, проложить Божьи широкополозные скоростные шоссе в нашем мозге. В то же время важно найти небиблейские крепкие сети и придать их забвению. И здесь вот вопрос библейский и небиблейский тоже он всегда такой вот, для меня он такой щепетильный весьма становится, потому что особенно евангельские христиане, мы с вами, которые верим очень в силу слова, в святость Божьего слова, в то, что Божье слово это абсолютная неприкосновенность, и я в это тоже, друзья, абсолютно верю. Но важно, опять же, усвоить, ну просто понять и принять, что у каждого из нас есть Писание, и каждый из нас его трактует немножечко по-разному. И поэтому вот когда становится вопрос в трактовании Писания, вот здесь вот возможно стоит порой приоткрыть свой разум, свое сознание, почитать по-новому это местописание, потому что это тоже Писание, друзья, это та же самая Библия, только по-другому кто-то, вот как кто-то ее истолковал по-другому. И тогда, ну вопрос, вот в православной церкви, в традиции, да, не имеют права толковать Писание люди, которые не имеют на это права. То есть есть святые отцы, которые уже все истолковали. И с одной стороны это очень трезво, очень правильно, потому что молодой плотской протестант, приходящий в церковь, и ему говорят, вот Библия, теперь ничего тебе не надо, читай, сам трактуй, сам все делай, и красавчик. Он может натрактовать очень-очень-очень и натрактует очень неправильно Библию. Поэтому вот здесь вот сохранила православная традиция вот эту здравость в том, чтобы смотреть на то, как трактуют Писание святые отцы. Но при этом, друзья, есть другая грань, что откровение написано возрастает, и оно должно возрастать. И нельзя строить веру только на том, как верили другие, потому что святые отцы тоже расходятся в трактованиях своих. Есть разные святые отцы, есть разные святые, очень уважаемые. И они, друзья, друг другу часто очень-очень-очень сильно противоречить могут в своих толкованиях. Поэтому, если вы, например, православный христианин и хотите оставаться исключительно, вот даже, ну, никуда не дергаться из русла православия, да благословит вас Господь так и делать. Но тогда смотрите, смотрите на другие толкования святых отцов, потому что есть другие толкования, есть по-другому. Поэтому смотрите на мистиков православных, которых во всех традициях вот случалось так, что всегда люди самые близкие к Богу, официальная церковь почти из всех церквей гнала таких людей. То есть, что в православной церкви? Если человек был близок к Богу, если у него были невероятные уровни откровения, его подальше, подальше, так, езжай вот куда-нибудь там, построи себе скит, и чтоб тебя никто не видел. Вот там вот и взаимодействуй с Богом, а нам тут не мешай, потому что, ну, как бы, слишком что-то ты такое странное говоришь. Так же точно практически в любой церкви происходит, когда у человека начинается серьезная живая жизнь с Господом, и у него есть свои откровения, и он делится своими откровениями. Порой эти откровения не заходят в русло какого-то вероучения, какого-то течения, и начинаются вот эти проблемы. Поэтому, друзья, да поможет нам Господь быть мудрыми во всем этом, и при этом не скатываться в русло религиозной мертвости.